У жилмассива Ореховая Сопка. Вечером среды нетрезвая автолюбительница устроила аварию, в которой пострадали два человека. С подозрением на черепно-мозговую травму в больницу доставлены водитель и пассажир Митсубиши Диамант. Мужчины попали в ДТП недалеко от места работы. Они трудятся на стройке, где возводится здание новой школы. В стационар пострадавших провожали коллеги. Услышав грохот, они бросились на помощь. При каких обстоятельствах произошло столкновение с Хондай Фит Ария, строители не знали, но видели, кто вел машину. Поведение ее агрессивное, непонятное. Вела себя вообще буйно. Не в ее ситуации так себя было вести. Она там, вставайте, кричит, что-то непонятно. Что вы притворяетесь, что-то такое непонятное слово. Хондай Фит управляла Хабаровчанка 1987 года рождения. Женщина направлялась в сторону улицы Совхозной. Горожанка с трехлетним стажем вождения не справилась с управлением и выехала на встречную часть дороги. После аварии поведение женщины впрямь было не совсем адекватным. Инспекторам ГИБДД с трудом удалось уговорить автолюбительницу сесть в патрульный автомобиль. Она пыталась вырваться и сбежать. Женщина говорила автоинспекторам, что дома остались без присмотра маленькие дети. Я вышла буквально на 30 минут. Кто-нибудь еще у вас есть? Нет, нет, никакого хабаровки нет. Поэтому я вышла на 30 минут буквально. То есть вы говорите, вы детей оставили самостоятельно? Какого возраста дети? Первокласски, 6-7 лет и все. И с младшим на 4-х годовалых я оставляю стабильно на минут 30-40, на максимум. Ясно, понял. Автолюбительница говорила, что живет всего в минуте езды от места аварии. Сесть за руль в нетрезвом виде ее побудили в весомые причины. Горожанка все объясняла, но найти логику в ее словах было непросто. Как здесь машина ваша оказалась? Это же ваша машина? Нужно было перегнать ее туда. У нас нет ни страховки, ни двери, ничего. Нужно было перегнать. Нужно было с этого ориентира, с шадом, а шестом, перегнать ее просто на князь балкону. За нетрезвое вождение женщине грозит лишение прав, а ее оппонентам – реабилитация после аварии. Водитель Митсубиши, мужчина 1967 года рождения, получил сотрясение головного мозга. Его товарищ во время столкновения ударился лицом и ушиб ногу. С места происшествия Виталина Кондрахина, Мария Склярова и Виталий Векслер. Продолжение следует...